Мемориальную доску установили на здании областной прокуратуры. Построено оно было при Николае Баженове и в то время считалось одним из лучших в стране. Сейчас в здании ведомства есть и музей, где многие экспонаты посвящены Николаю Александровичу. Его по праву называют легендарной личностью. Воевал на фронтах Великой Отечественной, награжден боевыми медалями. В мирной жизни награды уже за трудовые подвиги. Личность, выдающаяся биографией, человеческими качествами, ну просто уникальными. Поднял тогда престиж Куйбышевской области на высочайший уровень. Здесь проводились у нас в этом здании совещания прокуроров Советского Союза под руководством генеральных прокуроров. Славные традиции продолжают нынешние сотрудники прокуратуры. Синий мундир Юлии Никитина носит уже 16 лет. Защищала закон на Кубани, в Сибири, теперь в Самарской области. На работе себя не жалеет. Под ее неусыпным оком пресечения нарушений при расходовании бюджетных средств, исполнении нацпроектов. За успехи в надзорном труде девушке вручен знак отличия. За верность закону второй степени. Наша работа настроена, чтобы реально помочь людям, то есть довести результаты нашей работы до конкретного гражданина города. На торжественном мероприятии награды получили несколько десятков сотрудников ведомства со всех районов области. Ваша работа имеет огромное значение как для каждого жителя области, так и в жизни страны в целом. От ее результатов во многом зависит сила государства, спокойствие его граждан и социальной стабильности в обществе. Поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником и губернатор Самарской области. Он отметил огромный вклад ведомства в развитие региона. Значительно сократилось нарушение прав жителей, в частности обманутых дольщиков. Снизились долги по зарплате. Работники получили почти полмиллиарда рублей, не выплаченных вовремя денежных довольствий. По словам Дмитрия Азарова, важно сохранить темпы, с которыми решаются различные проблемы, чтобы в ближайшее время искоренить их полностью. Руслан Шарипов, Александр Каракулько, Новости губернии.